Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня у нас хороший день, прекрасный день. Иисус есть Царь. Царей. Бог. Бог Богов. И наша тема, которую мы сегодня хотим рассмотреть, это пророчество. Александр, в начале апреля Бог говорил тебе послание, которое ты должен был передать Церкви. Давай мы о нем сегодня поговорим. Ну да, в начале апреля, это было 4 апреля, если точно говорить. Это было где-то около 2 часов ночи. Бог стал говорить в мое сердце. Я когда пришел на работу, это было где-то часов 7. И Бог мне стал говорить, я говорю, буду сегодня говорить тебе. Как-то я, может быть, не так сильно это воспринял, серьезно. Как-то, ну, так вот, думаю, ну, не ожидал, что вот так вот столько много Бог мне скажет. И в пятницу обычно мы постимся с моей женой, с Оксаной. И ожидаем от Господа, скажем, быть более чувствительными к тому, что Он говорит. Ну, там, если слушаем аудиобиблию или поклоняемся, или просто, может быть, молчим, вот, чтобы услышать от Господа. И вот в этот день, как раз 4 апреля, в пятницу, Бог мне стал говорить. Это было на рабочем месте. Я был один, и, в принципе, мне никто не мешал. И около 2 часов Бог мне говорил, и я записывал это. И Бог, в общем, мне сказал слова, которые, в принципе, хочу передать в церкви, чтобы, Бог сказал, чтобы успокоить церковь. Вот, ну, что Бог говорит сегодня? Бог говорит, я не оставил землю, я внимательно наблюдаю за ней. Земля моя, я царствую. Не бойся, малая стада, я вас не оставлю. У меня везде свои люди, везде, в правительстве, в науке, в медицине, в сфере образования, в полиции, в кинематографе, в искусстве, в музыке, везде. Я есть царь, и моему царству не будет конца. Не бойся, малая стада, я люблю вас и не забуду. Все, что сейчас в мире происходит, я обращу во благо. Я изменю этот мир. Враг потерпит самое большое поражение. Я никому не позволю смущать и запугивать мой народ. Падут уже пророки, которых я не посылал, которые пророчествуют ложно, то, что я не говорил. Какие бы планы враг ни строил, я разрушу их. Я поднимаю новых пророков, которые будут говорить истину. Они будут обадривать, вдохновлять, наставлять, оснащать мой народ, чтобы он был готов исполнять мою волю на этой земле. Иисус говорит, я пришел не судить этот мир, а спасать. Князь этого мира уже осужден. Всякое основание шапка, но мое основание непоколебимо. Я есть свет, и нет во мне никакой тьмы. Всякий, кто приходит ко мне, не будет ходить во тьме. Не бойся, малая стада. Я опекусь и заботюсь о вас. Никогда не покину и никогда не оставлю. Я имею доброе намерение о вас, во благо, а не во зло. Этот мир находится во тьме, не зная, откуда идет. И не может отличить правой руки от левой. Я хочу, чтобы каждый был спасен. Я приду, и немедлю я, но ожидаю терпеливо, чтобы все спаслись, и никто не погиб. Никто не может мне указывать. Я Бог, я делаю все, что я хочу, и как я хочу. Все ко благу, и всякое зло обращаю во благо. Я поднимаю мою армию. Она выйдет, как одно войско. Я готовлю новое оружие, оно будет сходить с неба. И это будет самое большое пробуждение, которое земля еще не видела и не слышала. Сойдутся вместе все народы, все конфессии, и вместе будут прославлять меня, будут искать меня и будут поклоняться мне в духе истине. И все увидят славу мою. Миллионы, миллионы и миллионы душ будут спасены. Одновременно по всей земле зажгутся огни, и все увидят мою славу. Мрак покроет землю, и тьма народы, но над вами взойдет Господь. И слава моя явится над вами, и все народы придут к вашему свету, и цари к сиянию вашей зари. Один скажет, я Господень, другой на руке напишет имя Господа. Поднимайся, армия Христа, встань и воспрянь, расправь плечи, избавление уже близко. Выйди, как один воин, и все увидят мою славу. Поднимается она, армия Христа, облаченная в одежду, сильная, славная, непоколебимая, и никто не может ей противостоять. Это моя церковь, моя невеста, моя желанная. Я люблю тебя, никто не сможет тебя поколебать, и врата ада не одолеют тебя, и никто не прикоснется к тебе. Не бойся, малое стадо, я за вас, никогда не покину и никогда не оставлю. Вы мой любимый народ, я избрал вас для славы моей, чтобы вы возвещали мои дела, мое царство, и моему царству не будет конца. И я с вами до скончания века. Аминь. Ну, вот такое вот, скажем, такие слова Бог попросил меня передать для церкви, чтобы успокоить церковь, чтобы церковь вдохновить, чтобы церковь действительно, скажем, на будущее показать, что будет в будущем. И мы, конечно же, будем, еще хотели бы, далее сделать передачи, и по пунктам, скажем, разобрать еще те слова, которые Бог говорил. Ну, у нас сегодня, если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если хотите, подписывайтесь на наш канал. Мы рады, что вы были вместе с нами. И до следующей встречи. И всем пока.